Странный генерал. В своих трёснутых очёчках, камуфляже, на передовой, в рассыпающемся и горящем доме, ласковый и невозмутимый, даже не вздрагивающий, когда в его раскалённый по-банному от пожара полуподвал рявкает очередной снаряд, так не похожий на генерала и так беззаветно любимый даже самыми злыми языкастами, кроющими всех и вся солдатами. Генерал-лейтенант, да я ему, блядь, сапоги буду целовать, он впереди солдат и идёт, блядь, разве можно генерал-лейтенант, блядь, генерал-лейтенант, на БТР впереди, блядь, всех идти, ты не остановишь его ничем, он здесь... Ты про льва? А что ему? Да. Что ему остаётся делать? Он сам в прорыве, блядь, весь этот корпус в прорыве. Все, кто идёт, он держит, вот такие офицеры вот идут за ним. Те генералы, которые в политике на данное время, это люди очень сильные, и редко кто из них ушёл просто так на пенсию. Это люди, которые могли возразить, которые отставили свою точку зрения, которые добивались этого, и при том звучали на всю страну. И для того, чтобы этого не добиться, а просто чтобы это было, даже не говоря о том, что добиться, надо обладать очень многими человеческими качествами, такими как воля, ум, целеустремлённость, и просто вышибить их из седла так, чтобы они ушли в неизвестность. Это чрезвычайно трудное дело. Генерал-лейтенант Лейф Рохлин погиб в собственном доме, в своей спальне, в своей постели. Нелепейшая смерть генерала, прошедшего чуть ли не все горячие точки СССР. Его вертолёт был сбит в Афганистане, Рохлин чудом остался жив. В Грузии его машину буквально изрешетили пулями. Он был дважды контужен в Нагорном Карабахе и в Чечне. Боевой генерал Лейф Рохлин умер во сне. Пуля попала в висок, смерть наступила сразу. На его лице, на фотографии и на могиле на Троекуровском кладбище застыло удивление. Лейф Рохлин должен был быть сегодня где угодно, в Чечне, в Кремле или в Думе, но никак не на кладбище. Он часто говорил о смерти, даже, как говорят в Строе, планы подчеркивал. Сделаю, если не убьют. Представить генерала Рохлина сегодня на пенсии очень сложно. Он не мог быть генералом запаса. Но представить его на политической арене смутного времени сложнее вдвойне. На этом новом для него поле боя, куда он ворвался за несколько лет до смерти, Рохлин всегда был лишним. Генерал Рохлин – это неисправимый генерал, радикально решавший политические вопросы. По-генеральски. Лев, к сожалению, не стал политиком, но в том, в полном соответствии с требованием, которое предъявляется политику гражданскому, политику государственному. Лев остался и в политике генералом. Вот в этом его, собственно, и была беда. Если взять, так сказать, всю деятельность Рохлина, то желающих рассчитаться с ним было достаточно. Поэтому почему бы исключать такую возможность? Другое дело, что есть предположения, есть, так сказать, ну, какие-то домыслы, догадки, а есть, как говорят юристы, факты, дела. Таких фактов пока в прокуратуре, чтобы подтверждать вот эти гипотезы, которые высказываются однократно, их таких прокуратура не обнаружила. То есть она все равно занималась за работой каких-то побочных вещей, которые возникали. Поэтому вот мое личное мнение, что убийство Рохлина останется загадкой. Рохлин как не нужен был власти, потому что это человек действий и решения вопроса, а на тот момент вопроса получается, что вроде бы никто не собирался решать. В частности, по Чечне, в частности, по изменению ситуации в оборонном комплексе. И в то же время он стал неудобен для оппозиции. Он стал отбирать у оппозиции хлеб. Так сказать, его энергия, его сила, она стала привлекать к нему людей. Достаточно вспомнить только первый съезд движения в поддержку армии, где собралась полный зал, две с половиной тысячи людей, мест не хватало. Там были представители всех регионов практически. Там выступали руководители, так сказать, фракций и партии, и Зюганов, и Жириновский. Туда пришли все. Рохлин ставил конкретную задачу. Мы определили на первом съезде ДПА, так сказать, отстранение Бориса Николаевича от власти. И ситуация сложилась так, что его словам поверила власть. Если искать причины убийства, а их необходимо искать, их необходимо и надо найти, то, на мой взгляд, их надо искать в одном высказывании Ельцина. Рохлиных с метем. Одно могу сказать. Да, Лев Яковлевич был опасен для президента Российской Федерации. И не потому, что он готовил или не готовил переворот. Его жизненная позиция, его позиция, как говорится, вечного противостояния, постоянного противостояния конфликта с президентом, с его окружением, да, эта позиция достаточно опасна была. И если мы соорганизуемся, народ и армия будут едины, мы свернем шею предателя. Спасибо вам! После его смерти разговоры о том, что Рохлин готовил военный переворот, призывая однополчан из Волгограда и шахтерскую армию национального спасения чуть ли не штурмом брать Кремль, переросли в гимнополитической оппозиции. Имя генерала стало символом борьбы с режимом Бориса Ельцина. Тут же вспомнили о том, что лишь два генерала имели опыт ведения боевых действий в условиях города. Рохлин и Романов. Генерал Романов до сих пор в коме. Скорее же всего, Лев Рохлин и не планировал даже выводить на улицу войска, в которых действительно пользовался высоким авторитетом. Депутат Рохлин просто уже не мог остановиться. На незнакомой ему политической арене в последние месяцы он действовал скорее по инерции, боясь не оправдать доверия и надежды тех, кто готов был пойти за ним в огонь и в воду. Рохлин сам вырол себе окоп и прочертил политическую линию фронта. Ведь может, сам того не желая, он отрезал путь к отступлению. Планируется организовать как бы пьяную драку с участием Рохлина, где выставить генерала пьяницей-дебоширом. Как крайний вариант, в случае, если не сработает ни один из вышеперечисленных, не исключается физическое устранение или максимальное лишение здоровья. В тот день, 2 июля 98-го года, Лев Рохлин надел мундир. Всего лишь второй раз за год. Он встречался с бастующими шахтерами на Горбатом мосту, убеждая их присоединиться к массовым выступлениям военных, намеченных на 23 июля. Движение в поддержку армии впервые публично выходило на улицы. Интересно, что уже попрощавшись с шахтерами, Рохлин неожиданно забыл назвать им дату планируемой демонстрации. Пришлось возвращаться. Летом Рохлину уже угрожали. Он не знал наверняка, кто. Вряд ли в тот день Рохлин знал и о том, что прокуратура готовила проведение обысков у него на даче в Клоково и дома на Рублевском шоссе. Нигде не поширяется казнократство, нигде не поширяется мошенничество, нигде не поширяется воровство и беспредел, тот, который творится сейчас в России. Вот задача военных остановить это, привести просто к порядку. Последняя встреча наша со Львом, живым Львом, естественно, была за три дня до убийства. Я извинился перед Львом, говорю, Лев, я не могу с тобой поехать в кафе. Говорит, извини, но у тебя вид такой, что тебя вот-вот убьют, Лев. Он говорит, да я сам знаю, что меня убьют. Это вот дословно. Еще там подошли ребята, он говорит, я сам знаю, что меня убьют. Да и пусть, говорит. Можно ли все-таки как-то говорить о каком-то подсознательном, я не знаю, о каком-то предчувствии смерти? Конечно, можно. Дело в том, что в этот вечер здесь никаким образом... Многие говорят, что он не хотел ехать домой. Да. Очень просил нас остаться. В тот вечер из Госдумы, он не хотел ехать домой? Да, вот я думаю, что мне позволят следственные органы раскрыть. Есть депутаты, которые общались в тот день с отцом, и он говорил, что мне так не хочется ехать на дачу. Хотя он дачу очень любил. Он любил воздух, природу. Вот. И когда мы уезжали, он очень хотел, чтобы мы остались. Но он такой человек, он в жизни не признается в том, что он чего-то боится. На даче было решено собраться к шести часам. Сыну генерала Игорю исполнялось 14 лет. Игорь был болен с детства и существенно отставал в своем развитии от сверстников. Жена генерала Тамара Рохлина все последние годы не работала, все время находясь с сыном. На дачу должны были приехать только самые близкие, старшая дочь генерала Лена и ее муж Сергей. Лев Рохлин на день рождения опоздал. Как показал на допросах, один из охранников даже забыл подарок. За ужином собралось семь человек. Лев Яковлевич с женой, сын, дочь с мужем, один охранник Александр и водитель Юрий. К последним двоим, оставшимся ночевать на даче, Лев Рохлин по свидетельству близких относился как к членам своей семьи. Ближе к часу ночи уезжать собрались Сергей и Елена. Когда уже мы прощались, ну, во-первых, здесь хотели очень, чтобы мы остались ночевать. Вот, ну, просто были утром дела, поэтому не стали. Сказали, что очень рано выезжать, поэтому не будем ночевать. И такой момент, вот, когда уже уходили, он рассылал Аленку, и такой эпизод, то есть он как бы меркантильными такими вещами не отличался. И это было вообще удивительно, что он рассылал свою дочь, когда Аленку задал вопрос, что это-то, что за нежности такие непонятные. Он сказал, я могу один раз в жизни свою дочь поцеловать. То есть было такое ощущение, что как будто человек предчувствовал, что это как бы последний, и как бы прощался с нами. То есть вот такие ощущения всегда были. Насколько детально был разработан план охраны дачи, может быть, квартиры, машины? Ну, детально... Все функции были расписаны, насколько я понимаю. Да, конечно, да. Такого, значит, с ним находились два охранника круглосуточно, все 2-4 часа. Плюс еще был военнослужащий, который умел держать оружие в руках. Три здоровых молодых человека, которые постоянно 24 часа в сутки находились на даче. Постоянно два человека с ним, один человек всегда оставался на даче. Все было расписано, вплоть там, кто какие меры принимает. При подъезде, при отъезде, так что все было расписано. Та ночь... Та ночь ничего не предвещала, не было никаких сигналов. Один охранник отпросился у него. Один остался с ним, это Александр Прискачев. Был водитель, личный его водитель. Комендант дачи. Так что достаточно. Всякая инициатива, которую проявляли даже охранники, я много с ним беседовал, заканчивал следующим. Даже иногда до абсурда доходил. Он их отправлял в тех случаях, когда могло быть опасно. Говорят, если завалят, то и вас завалят. Поверьте, вы меня двое не спасете. И он их отправлял, и уезжал один. То есть это... Я не знаю, что это был. Фатализм. Я даже только после его смерти, например, узнал, что, оказывается, ему лично постоянно были звонки с угрозой. Я этого не знал. Он никогда об этом не рассказывал. Хотя мы обо многих вещах говорили. То есть человек, который взял на себя многое, держал на плечах многое, не знаю, на что он рассчитывал, но я думаю, что это вот определенно уже перекос сознания. Вот прорваться, знаете, как атака. Если ты выживешь, то дойдешь. Не выживешь, нечего брать с собой кого-то во могилу. Знал ли Лев Яковлевич, знали ли вы о том, что задачей, возможно, идет наблюдение, о том, что телефоны там прослушиваются, и о том, что даже наружное наблюдение в последнее время очень активно работало за Львом Роглифом? Ну, не только в последнее время, но с момента его, как бы, так сказать, официальной оппозиции работало очень четко. Постоянно следили, постоянно ходила наружка, постоянно. Ребята даже номера машин знали, знали, какие машины ходили, которые задачи следили, которые постоянно стояли поодаль. Впоследствии, то, что обнаружили площадку, 100% велось, видимо, наблюдение с этой площадки. Причем площадка, которая была обнаружена, там как бы на деревьях была сделана полочка, с которой можно было, если нормальная аппаратура, то можно было снимать информацию со стекла, то есть фактически со спальни и из кабинета, где все разговоры практически происходили, когда какие-то люди приезжали к действию, либо в кабинете, либо в спальне. Там стекла не двойные, поэтому спокойно можно снимать информацию было со стекла. То есть аппаратура достаточно серьезная, которая сейчас есть, это никакого туда бы не представляло. То есть записи, то, что телефоны прослушали все, до сих пор прослушивают телефоны, кто бы там чего не заявлял. Ну, это сейчас у вас уже, видимо, да? Да. Потому что на даче телефоны не осталось. Нет, там убрали. Телефон и сейчас прослушивают. Хотя, казалось бы, ну, сейчас-то что прослушивать? Ну, что далеко за примером ходить, если за мной наружка ходила до мая месяца 99-го года? Мы уверены все, или во всяком случае многие депутаты Государственной Думы о том, что телефоны прослушиваются. Прослушиваются мои телефоны, я в этом уверен, как и бывший работник управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности. Хотя в этом никто никогда не признается. Что касается Льва Яковлевича, то он мне говорил, Виктор Иванович, ну, просто ведут, просто отслеживают, и что-то на душе-то немножко тревожно. Мы расстались 2 июня, а на следующий день мы договорились в 8 часов утра встретиться у меня в кабинете. Как раз мы обсуждали вот эти проблемные вопросы протестного движения, рабочего движения, которые, в общем-то, развивались, уже и нарастали по всему Золотому кольцу вокруг Москвы. И я был просто в шоке, когда мне руководитель аппарата зашел в кабинет и передал записку, что поступила информация о том, что Лев Яковлевич убит. Роковой выстрел прозвучал в 4 часа утра. Рохлин был убит из собственного наградного пистолета калибр 5,45. Причем в ту ночь было произведено два выстрела. Первая пуля вошла в стену на первом этаже. Либо выстрел произошел самопроизвольно, либо убийца просто опробовал пистолет. Оружие в доме Льва Рохлина было всегда, часто он даже по армейской привычке клал пистолет к себе под подушку. В тот вечер этого не произошло. Шум от выстрелов, что многим показалось странным, никого не разбудил. Если следовать материалам дела, охранника Александра Прескачева разбудила Тамара Рохлина, заявив, что застрелила своего мужа. Перед этим она позвонила Елене, сообщив, что Лев Рохлин мертв. Я сделала то, что должна была сделать. Эти слова Тамары Рохлиной впоследствии каждый поймет по-своему. Мы приехали где-то около половины восьмого, наверное, на дачу. Минут двадцать восьмого где-то вот так. Тамара, конечно, была в шоковом состоянии, то есть даже трудно описать это состояние, но это было не алкогольное пенение. То есть какое-то непонятное состояние совершенно. Она сразу же заявила, что что делать, это сделал не я, но если, Слава сказала, спрячь, мне Слава сказала, нужно спрятать срочно Лизу, Игоря, иначе, так сказать, я ничего вообще говорить не буду, все беру на себя, потому что есть угроза семьи. То есть вот суть всего разговора, который происходил с ней, он свалился к этому. Но порой речь становилась как бы бессвязной, то есть вот она была в каком-то состоянии прострации полной. Но вот эта мысль, она постоянно проходила, 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 что делать, вот сейчас не знаю, как быть и так далее. Где-то в 8.15, в 8.10 я вызвал милицию. Получилось так, что я с Илюхиным и с Чугановым, руководителем его аппарата, выехал на место. Когда говорили, что выехал делегация Думы, выехали только мы трое, потому что никто не приехал. Вот. Он прекрасно знает Емельянова по старой работе, пообщался с ним, по беседам. А нас пропустили Крохлина, первый пошел Илюхин. Очень сложно давать оценку этому разговору, потому что женщина находилась в шоковом состоянии. И говорить о том, что вот эти ее слова отражают то, что произошло накануне убийства, или в момент убийства, или, исходя из произнесенных ей слов, выводить причину убийства, повод для убийства. Я бы сказал, это стратегически неправильно для следствия. Надо глубоко изучить ее состояние. На мой взгляд, она была близко к невменяемости. Или, может быть, даже на грани этого, или даже действительно она находилась в состоянии невменяемости, шоковое состояние. Я на нее смотрю, говорю, Тамаша, что случилось? А я уже знал, что у нас милиция поговорила, что я, я, там, туда-сюда. И она на меня смотрит в упор. И я дал эти показания, они ей следствия. Говорит, Саша, я должна, я сделала то, что я должна была сделать. Отвернулась и заплакала. Ну, я уже понял, что как-то ситуация складывается так, что она просто не может говорить, не может действовать. Ну, вот она вот так, она была полураздета, в постели накрыта, и просто с ней рядом какой-то ОМОНовец сидел на кровати. Так, совершенно нейтральный. Она одна находилась в комнате, очень спокойно. Но я видел, что там буря. Она говорит, Саша, я сделаю то, что должна была сделать. То есть я должна была так сказать. Проведя предварительный осмотр дачи, следователь прокуратуры Емельянов достаточно быстро сделал вывод. Тамара Рохлина, сделавшая чистосердечное признание, виновна в убийстве мужа. Емельянов, впрочем, поспешно заявил и о том, что отпечатки на оружии также принадлежат Рохлину. Впоследствии, когда стало известно, что отпечатков на пистолете нет вообще, он был тщательно вымыт. Эту ошибку прокурора, вскоре отстраненного отведения дела, напомнят следствию защитники Рохлина. Интересно, что дача не была даже опечатана, в отличие от кабинета Рева Рохлина в здании Государственной Думы на охотном ряду. В спальне был, впрочем, произведен обыск, но что искали до сих пор не очень понятно. Какие-то документы, которые Рохлин, возможно, хранил на даче или же следы преступления. Адвокатов первые четыре дня, не говоря уже о бутре 3 июля, у Рохлины не было. На первых же допросах, проведенных в весьма жесткой форме, Тамара Рохлина признала свою вину, при этом добавив родственникам, что так надо. Версия о том, что никто не слышал шум выстрелов из-за летающих над домом самолетов, рядом аэропорт, не подтвердилась. Ни один самолет над дачей в эти часы не пролетал. Глушителя от пистолета тоже не было обнаружено. Баллистическая и прочие экспертизы, а также так называемые смывы с рук, позволяющие определить следы пороховых газов, были сделаны с большим опозданием. Одежда Тамары Рохлиной была изъята лишь 14 июля, а дверные замки были проверены лишь 16 числа. Между прочим, по признанию родственников, эта дверь с трудом открывалась изнутри и всегда забиралась на ночь, а в то утро почему-то оказалась открытой. Строители, работавшие на соседних дачах, были наспех допрошены и вскоре вообще были отправлены на родину, кто на Украину, кто в Казахстан. В то же время в деле появились показания о том, что Рохлина, оказывается, давно уже грозилась убить мужа, что вечером была ссора между супругами исключительно на бытовой почве и так далее. Выводы по этому, как всем поначалу показалось, простому уголовному делу были сделаны уже после первого же допроса. Официальные позиции ФСБ, МВД и Генеральной прокуратуры практически друг от друга не отличались. Тамара Рохлина была тут же отправлена в Капотненское СИЗО. Сейчас Рохлиной предъявлено обвинение по статье 105, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за умышленное лишение жизни. На сегодня наиболее вероятная версия, это все-таки версия о том, что она могла это сделать. Причины я вам сейчас назвать не могу. Все абсолютно версии, которые были выдвинуты и в средствах массовой информации, и родственниками, и всеми людьми, которые имели хоть какое-то отношение к этим событиям, в том числе и версия политическая, нами проверяются. К расследованию обстоятельств гибели генерала Рохлина подключены лучшие силы, эксперты, криминалисты Министерства внутренних дел и прокуратуры. Но уже сейчас мы имеем все основания утверждать, что гибель генерала Рохлина не связана с его политической деятельностью. Знакомец с материалами дела, а насколько я понимаю, вы, взяв его под личный контроль, имели возможность знакомиться с каждыми все новыми деталями следствия. Вас смущало что-то в этой самой официальной версии? Результаты экспертиз, которые были в итоге получены, результаты отпечатков пальцев на пистолете. Вы убедились в том, что версия была все-таки верна в своем направлении, по крайней мере? Я заслушал пару раз доклады, даже раза три, пожалуй, доклады по этому делу, которые мне представлял Михаил Борисович Катышев и ряд еще прокуроров. Значит, в принципе, всех деталей, безусловно, этого дела я не знал, но основные, ключевые, так сказать, моменты этого дела мне были известны. Значит, конечно, некоторые вещи смущали, но все же я и до сих пор убежден, что тех доказательств, которые следствием были получены в обосновании основной версии, версии его причастности Тамары Рохлиной, все же эти доказательства заслуживают серьезного к ним отношения. И, конечно же, судебное разбирательство призвано решить главный вопрос, достаточно ли этих доказательств, соответствует ли порядок их сбора профессиональному законодательству, достоверны ли они и подтверждают ли они основную версию. Поэтому основное, как бы, слово за судом. В марте 99-го года прокуратура заявила о завершении расследования убийства Льва Рохлина. Супруге генерала Тамаре Рохлиной было предъявлено обвинение в убийстве лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, статья 105, часть 2, пункт В. Уже тогда было понятно, что первые признания Рохлиной, сделанные на месте преступления, не могут лечь в основу окончательного обвинения, так как Конституция позволяет не свидетельствовать против себя. Сама же Тамара Рохлина изменила показания на четвертый день заключения, заявив, что в ту ночь в дом ворвалось трое неизвестных. Они и убили мужа, заставив Рохлину оклеветать себя, угрожая расправиться со всей семьей. Впрочем, по некоторым данным, в камере, где находилась Рохлина в Лефортово, были установлены подслушивающие устройства, и полученные данные лишь укрепили следователей в уверенности, что они на верном пути. Но будут ли оглашены эти данные в суде, неизвестно. Мы же на боях никому не отдадим. Погибнем, погибнем, но не отдадим. После медучилища, по специальной теме медицинская сестра, я по распределению попала в окружной Ташкентский госпиталь. Мое дежурство, Льву Яковлевичу делали тендеректомию. И вот он мне так мимик и жестом показывает, что подать бумагу или написать хочет. Ну, думаю, что-то хочет больной написать, просьба какая-то говорить. Естественно, после этого они не могли. Ему подать тетрадь, он пишет, Тамара, вы хорошая. Тамара Асминкина и Лев Рохлин познакомились более 30 лет назад. Она медсестра, он курсант высшего общевойскового командного училища. Перспективный, целеустремленный, хороший спортсмен, его ждала генеральская карьера не меньше. Но цена этой карьеры оказалась неизмеримо высокой. 30 лет скитаний по гарнизонам, причем каким? Он был в Афганистане, откуда вернулся весь начиненный осколками. Затем в Нагорном Карабахе, откуда долгое время не удавалось выбраться семье Рохлина, хотя болезнь сына срочно требовала вмешательства лучших врачей. И, наконец, Чечня. Сам генерал чувствовал себя с Тамарой как за каменной стеной. Он был уверен в надежности тылов. Она, конечно же, устала. Скитание по военным городкам, больной ребенок, участие в благотворительных фондах, деятельность которых так или иначе была связана с войной. Рохлин, стоит заметить, много времени семье уделить не мог. Сначала служба, затем депутатская карьера. Жена, кажется, привыкла. Он, кажется, тоже. Я его сделала генералом, а меня никто не знает. Иногда жаловалась она. Сказать, что Рохлин искренне и верно любил свою жену, значит не сказать ничего. Боевая подруга, единственная. Как клятва, как присяга. Может быть, любил чуть по-солдатски, не умея ухаживать, не сентиментально, но беззаветно и преданно. Они жили делом, его делом. Не каждая семья такое под силу. Я не тот муж, которого стоило бы любить, как-то признался Рохлин. Он звонил ей из Чечни и говорил, молись за меня. А она принимала гробы с фронта и хоронила солдат. Каждый день она ходила на кладбище. Как они живут, удивлялись друзья. Так и жили. Моя боевая подруга, которая прошла со мной все тяжести жизни, Тамара. Я имел, в общем-то, неплохое представление о том, как они жили. Как они прошли через всю жизнь. Все-таки это 25 лет. Много переездов, двое детей совместных. Глубочайшее уважение Тамары Павловны к мужу. Постоянный пиетет перед ним. Постоянное подчеркивание и стремление помочь даже в его собственных делах, несмотря на те трудности, что они испытывали в семье. Передать это сложно. Но находясь в этой атмосфере, я просто понимал, что он находится как за каменной стеной. Может быть, такой даже некоторые, ну, практически не афишируемые моменты. Мало кому известно. Она часто приходила к нам как к сотрудникам, там и в пресс-службу, там и к помощникам. И говорила, если что-то с Альвом Яковлевичем, если что-то не так сделаете, будете дело иметь со мной лично. Это говорилось совершенно ответственно. Никто не сомневался, что эта женщина сумеет постоять за нее. Если убила Тамара Павловна, если верить тому портрету, в который, значит, верит следствие, значит, потому что меня допрашивают, а как вот она там, значит, вот себя вела, там, взмущалась, там, ругалась, там, обещала, то есть, такая вроде бы взбалмошная, непредсказуемая женщина. Ну, эта непредсказуемая женщина не должна красться ночью, она должна в истерике, в скандале, в ругане схватить пистолет, который был фактически элементом быта в доме и лежал, где попало зачастую, как попало. Был такой, наверное, момент. И схватить, и выстрелить в него, не прячась. Анар Павловна никогда, нигде не пряталась. Она, если и ругалась, то это происходило открыто. Она никогда никого за спиной не шептала. Каждый знал ее мнение о себе. И муж в том числе, которого она могла отругать, даже когда я присутствовал в доме за то, что он там чего-то не сделал, что-то не так, значит, сказал, не вовремя пришел или еще чего-то не сделал. Но подкрадываться не вижу в этом. Тамару Павловну в этом не вижу, в подкрадывании. В самом начале, изначально, я тоже смотрел как-то на простое бытовое дело. Но сегодня, вот у меня лично, есть глубокие сомнения в этом, почему? Потому что нет мотива поступления. Вот когда я беседовал с Тамарой Павловной, она мне говорит, Геннадий Иванович, если вы меня считаете сумасшедшей, это один вопрос. Если вы меня считаете нормальной женщиной, это второй вопрос. Тогда вы мне ответите на простой вопрос. Я домохозяйка, не имея средств существования ни копейки. Имею на руках больного сына, на лекарство которого надо в месяц минимум 500 долларов. Единственной кормилицей у меня был Лев Рохлин. Да пусть бы он, говорит, хоть каждый день гулял по знакомым, понимаешь, я бы на это дело не реагировала. Мне важнее был сын. Что? Для чего? Зачем? Как всем известно, у отца ничего не было. Наверное, самый бедный генерал, в принципе. Развалившийся дом, развалившаяся дача. Для чего? С какой целью? Чтобы остаться с больным ребенком из пенсии 800 рублей? И не имея возможности идти работать, потому что ребенка не бросишь. На кого рассчитывать? Потом еще один момент такой интересный, но он уже более анекдотичный. То есть, когда пытается поставить в вину, даже что то, что она читала там Розенберга, Макиавелли, в ночь перед этим, то есть это послужило как бы мотивом для того, чтобы произошло убийство. Ну, извините, адвокаты как бы в жалобах написали, я с ними консолидарий, они говорят, ну, тогда прочитайте сказку про Колобка. Там убийство, ну, убийство практически. Что ж тогда запрещать читать детям эту сказку? Как вы считаете, почему Тамара Павловна так часто меняла свои показания? В принципе, это достаточно распространенный случай в практике, но чем в данной ситуации объяснить ее поведение, на ваш взгляд? Ну, мне трудно судить, как бы я могу только высказать какие-то соображения. Здесь целый комплекс факторов. Первоначально признание своей собственной, причем ведь признание не одному человеку, а нескольким, что подтверждено материалами дела. Последующая линия связана, может быть, с некоторыми ошибками следствия, не сумевшим установить правильный психологический контакт. Дальше, это и позиции адвокатов, которые рекомендовали такой способ защиты. Дальше, это и позиция других членов семьи, дочери прежде всего, которая также считала, что мать не в состоянии. То есть тут целый комплекс психологических разных факторов, который определил ее линию, так сказать, поведения. Когда я действительно поговорила с мамой и сказала, чтобы она держалась, что мы найдем адвокатов, что ее поддерживают люди, чтобы она ничего не боялась, что мы ничего не боимся. У мамы такое просветление было. Она решилась на то, чтобы не подписывать то, что они от нее требовали. И она мне сказала, тогда я не буду подписывать эти бумаги. Я вышла, ну, я выслушала там Тирадова-Цоловьева, это все понятно. Потом выяснила, что ее допрашивали еще часа три. После этого она все-таки подписала эти бумаги о признании своей вины. В большинстве вот умов сейчас сложилось представление, что Мара Павловна признался и на этом все кончено. Это неправда. Вот с тех самых пор, как она дала эти показания, она их повторила дважды. Потом она отказалась от дачи показаний, но это единственные ее нормальные показания, данные при адвокате. Все остальные юридические силы не имеют. Потому что адвокат предоставлен не был. Но как только предоставили адвоката, она тут же дала показания. Трое в масках жестко, быстро появились внезапно за ее спиной. Подняли мгновенно ее наверх, зажали рот, нос, подняли ее наверх. Из-за ее спины был в висок произведен выстрел. То есть, когда он проснулся, он увидел ее. Он был разбужен. Из-за ее спины в висок произведен выстрел. То есть, его все-таки разбудили перед смертью? Его разбудили перед смертью. И после этого ей подробно просто объяснили. Ты уже потеряла все. Значит, если ведешь себя нормально, твои родственники остаются живы. Нет, все будет сделано точно так же. И они исчезли. Я встречался с ней в следственном изоляторе. Встречался. Ну, мнение ее одно. Она стоит жестко на одной версии, что это сделали некоторые злоумышленники. То есть, так можно выразить, три человека. И предложили ее это и не омолчать, иначе убьют сына. И она это и не омолчала, после этого отказалась от признательных показаний. Версия о возможном заговоре, жертвой которого и стал Лев Роклин на самом деле, появилась почти сразу же после его смерти. Неподалеку от дома, в лесу, откуда, по некоторым данным, за дачей Роклиных круглосуточно велось наблюдение, а то, что за ним следили, знал почти каждый в деревне Клокова, утром 3 июля, то есть в день убийства, были обнаружены три обгоревших трупа. Нашелся и кто-то из соседей, кто якобы видел утром дымок на опушке леса, а накануне вечером группу людей, прогуливавшихся вокруг генеральской дачи. Сама Тамара Роклина в своих новых показаниях, данных в присутствии адвокатов, утверждала, что трое в масках, угрожая ей оружием, заставили взять вину за убийство мужа на себя. Якобы это те же трое, которые похитили ее в декабре 97-го года. Тогда Тамару Роклину запихнули в Волгу прямо на улице и несколько часов возили по городу, угрожая и заставляя как-то оказать влияние на мужа, ведущего в тот момент антикоррупционную кампанию в Думе. Чуть позже Следственный комитет ГУВД Москвы, завершив расследование случившейся в лесу драмы, сделал заключение, согласно которому три найденных трупа – жертвы бандитской разборки, происшедшей чуть ли не за месяц до смерти Роклина. Установлены были и имена погибших. Был и еще один труп в том же лесу, по мнению генпрокуратуры, также не имеющий какого-либо отношения к рассматриваемому делу. Тем не менее, именно эта версия, широко обсуждающаяся в прессе, и до сих пор является доминирующей среди соратников погибшего генерала. Сожжены три человека. Тут же формируется второе дело о том, что это убийство относится к совершенно другому. Эти трупы провалялись там, якобы, цитирую слова следствия, провалялись там порядка месяца, и вот только сейчас их случайно обнаружили. Но если их обнаружили, почему их сразу сожгли? Почему в этот день же их сожгли? Как только обнаружили, это первое. И, наконец, четвертый человек на один-двух километрах убитый, как совершенно правильно мы обсуждали, там, с другими документами и так далее, профессионал. Группа состояла из пяти человек. Группа, я вот не знаю, я могу говорить в эфир, данные, которые неподтвержденные, но я вот имею такие данные, я могу от себя, так сказать, на свое ответственность это сказать. Значит, руководитель группы профессионал, майор, это группа чистильщиков. Кличка его вот в этой своей среде, Буйвол, он занимается именно операциями по вот такой-то вот, каким-то очень серьезным операциям по деликатной где-то ликвидации, именно на политической какой-то вот почве, или противников, или неугодных лиц. В группе у него в этот раз было четыре человека, три непосредственных исполнителя, которые проникли в дом. Эти трое и были сожжены в этой опушке. Его помощник, который находился вне дома все это время, контролировал ситуацию, кстати, со стороны служб наблюдения, возможно, их было больше, непосредственно от исполнителей и оперативников было пятеро. Вот этот его помощник, после того, как они вдвоем ликвидировали первых двоих, был уничтожен в двух километрах от дачи. Это вот здесь? Вот здесь, да, это здесь. Он пошел с собакой в лес, вот, посмотреть грибы. И когда после этого приходит, я смотрю, его просто всего колотит. Он говорит, мать, я обнаружил место, где следили за домом. Пошел, позвонили мы Сереже, сказали, все, он говорит, если можно, заснимите все это. Все это есть, у ребят есть кассета, все заснято. Там даже два места есть. Одно место веревки, вернее доски сделано так, что, ну, по ним можно пройти. А дальше между двух веток ели, большой ели, положена доска. С нее видно даже там места, что аппаратура стояла. Вот, из этого места дом, вот эти вот окна, как на ладони. Ему говорили всегда, Лев Яковлевич, ведь следят все. Он говорит, ну, значит, начальство приказало, пусть следят. Он не обращал на это никогда внимания, хотя знал, что следят. Там в настройке работали ребята с Украины, с Казахстана. И вдруг через два дня кто-то из бригады заявил, что якобы он видел там посторонних людей в ночь убийства. А дальше тут же вся бригада исчезает полностью. То есть как бы их депортируют в срочном порядке из Московской области. Под каким-то предлогом там непонятным и так далее. То есть если предположить, что здесь сработали какие-то спецслужбы, то, конечно, следов-то они понаставили достаточное количество, но пытались потом замести все эти следы. Когда воюешь с профессионалами, когда у них такое же оружие, как у тебя, нельзя считать, что ты в чем-то их превосходишь. И они стреляют в тебя точно так же, как ты стреляешь вниз. В свое время Лев Роклин был представлен к званию Героя Советского Союза. Это было в Афганистане. Героем Роклин так и не стал. Представление потерялось где-то в коридорах Министерства обороны СССР. За взятие Грозного в январе 95-го генералу хотели дать Героя России, но он отказался принять награду, так же, как и несколько боевых орденов. В гражданской войне славы не сыскать, любил повторять Лев Роклин. Чечня была для него особой войной. Ходили слухи о его жесткости, о знаменитых зачистках и о приказах пленных не брать. Чеченские полевые командиры могли все-таки приговорить Льва Роклина к смерти? О чем говорилось, в общем-то, неоднократно. Более того, даже как предположение, не как версия, как предположение, это даже просматривалось прокуратурой. Еще во времена введения боевых действий в Чечне проходила информация по разным источникам, в том числе по линии ФСБ, о том, что готовится ряд туристических актов в Волгограде, так как корпус показал себя с высокой стороны, и в том числе об физическом устранении Львая Калича Роклина. Ну, или по стечению обстоятельств, или же ввиду того, что была все-таки проделана огромная работа, ни одного туристического акта, ни одного покушения не было. Ну, такая информация проходила. Я хочу сказать, что изучались различного рода версии, и многие вещи, из которых вы вот сейчас перечислили для меня, не являются секретом. Я мог бы даже продолжить перечень, намного достаточно известно о личности генерала, о его, так сказать, роли. Но все же те доказательства, которые были собраны в пользу основной версии, они, конечно, оказались превалирующими, и привели нас к выводу о том, что эта линия является доминирующей. Хотя, повторяю, скажем, принималась во внимание и многогранная политическая деятельность генерала, и его оппозиционная, так сказать, роль по отношению к власти, имущим ныне в России. Короткая политическая карьера Льва Рохлина была столь стремительна, а деятельность столь многогранна, что людям, склонным искать различные версии его смерти, он дал огромное поле для изучения. Рохлин заявлял о том, что Россия продавала оружие Армении, он разоблачал нефтяные аферы, лежащие в основе очередной Кавказской войны, он называл счета российских генералов в западных банках и требовал суда над Павлом Грачевым. Он призывал Думу к импичменту. Он воевал со временем, в котором он жил. Чем-то это должно было когда-нибудь кончиться. То, что касается меня, то я не скрывал своих помыслов. Для меня слишком было страшным, что к власти могут прийти коррупционеры, которых вся армия знает. И это было очень реально. И стоило рисковать своим, в том числе, и своим благополучием ради того, чтобы не допустить это. Но дело у меня продолжается. Сегодня уже много говорят, и версии высказывают по поводу того, что, значит, готовился военный переворот. Движение в поддержку армии на первом этапе рассматривалось Рохлиным как прообраз. Это я говорю из личного разговора с ним. Личного. Где он мне сказал, что вот это движение может стать основой создания политической партии. Как третьей силой, значит, на политической арене между, значит, проправительственной администрацией Ельцина и коммунистами. Вот как третьей силой. Он все время говорил о третьей силе и вел переговоры. Он делал неправильные шаги, не посоветовавшись комитетом по обороне, делал какие-то резкие заявления, делал какие-то выступления. Я сейчас не помню, но одно из выступлений, связанное с проблемами военного строительства, с проблемами, значит, Чечни, с проблемами Армении тогда, с поставками оружия, Лев сделал, не посоветовавшись ни с кем. И даже, более того, не изучил глубоко все, что произошло. Он после каялся. Мы, когда с ним разговаривали, он признавал, что он поспешил. Но вот он мне говорит, ты понимаешь, ну, нельзя, вот пока мы будем разбираться, пока мы будем изучать все эти вопросы, время-то уходит. Вот я, говорит, понимаю, как генерал, что нужно сегодня решать, что нужно делать то, что не делается сегодня. Именно, неважно, говорят, понемножечку где-то, по кирпичику настроить, делать. Вот это была позиция Льва. Ему нужно было что-то сегодня, практически какой-то кирпичик делать. Сколько можно прожить в нечеловеческом напряжении, в страхе, чувствуя опасность и выслушивая угрозы? Сама жизнь загоняла Рохлина в тупик. И по нему это было видно. Стало меняться отношение к нему среди коллег-депутатов. Им играли спецслужбы, направляя туда, куда было выгодно. Он старался поправить ситуацию, но она развивалась уже сама собой, и его собственные действия плохо сочетались с тем, что он считал правильно. Он умер нелепо, с одной стороны, от пули, как воин, с другой стороны, во сне. Нелепость и нелогичность всего, что происходило с ним в последние годы, стали очевидны в день его похорон. Все хоронили борца с режимом, а умер человек, большой и сильный, сложный и простой одновременно. Кто же все-таки выиграл от смерти Рохлина? Выиграли все. От смерти Рохлина выиграли все. Рохлин отнимал хлеб у оппозиции, потому что в силу своих личностных качеств, и биографии своей, был куда интереснее и привлекательнее для протестного электората, чем те лидеры, которые сегодня возглавляют его. Он был выгоден, естественно, власти. Ну, зачем такую головную боль иметь? Я сегодня не найду, наверное, в политическом смысле, в политическом именно смысле, тех, кто не был бы удовлетворен с тем, что Рохлин сошел с полит... Не тем, что его убили в личном плане, там, в каком-то нравственном, эмоциональном, я думаю, найдется много людей, которые любили генерала лично, уважали его, там, жалели, там, даже так можно, наверное, сказать. А в политическом смысле, в принципе, было выгодно всем. В этом деле очень много тайн. Все недоговаривают, каждый охрана недоговаривает. Прокуратура многое-многое не... Не то, что недоговаривает, она была обязана многое подключить к делу, подписать. Ничего этого не было сделано. Прокуратура просто стала заложником, той ситуации, которую они сами создали. То есть они пошли чисто по бытовому пути, отмели как бы сразу изначально все остальные версии. Было ли это сделано под давлением, под чьей-то указки и так далее, сейчас сказать трудно. Это останется на своей сети тех людей, кто занимался этим делом. Но можно заявить однозначно о том, что мы считаем, что Тамара Павловна не виновата. Мы даже считаем, что это не просто убийство, что это было политическое убийство. Мира пресечения Тамары Рохлиной была изменена 30 декабря 1999 года. Поздним вечером она вышла из Лефортово и почти тут же попала в госпиталь имени Бурденко, где лечится до сих пор. По мнению родственников и адвокатов, до суда еще не менее полугода. Но вряд ли суд ответит на все вопросы. Версий гибели генерала, по крайней мере, меньше не станет. Я ничего не буду говорить. Я плохо себя чувствую. Я уверена, что суд установит истину. И я буду пооправдана. Сейчас единственное мое желание. Хотелось бы, несмотря на то, что поздно так съездить на могилу. И, наконец, как нам сообщил один высокопоставленный сотрудник МВД, за несколько минут до убийства Рохлина на даче раздался телефонный звонок. Трубку взяла жена. Разговор был очень коротким. Расшифровку разговора забрали представители Министерства обороны, устанавливавшие телефон на даче и снявшие его сразу же после смерти Льва Рохлина. Приобщить эту расшифровку к материалам дела не удалось. Спасибо за все, что было. Нам есть, что вспомнить. Здравствуйте, люди! Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств с мамой остается 10 тысяч рублей. вот такой у нас стул, таз есть, коляска есть, добрые люди подарили, но на улицу мы не ходим, так как живем на пятом этаже, мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны, с горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим близким. Спасибо. 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 Спасибо.